Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, что добавили за предыдущие две недели, какая сейчас подходит к концу ярмарка, что вообще происходило в течение всего этого времени, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее, лежи, седлайте своих коней и поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Star Stable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Star Stable Online, в том числе и РУС-аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. За мое отсутствие в виде видосиков по обновлению было добавлено очень большое количество разных интересных вещей, одной из которых является путь лидеров. Он заканчивается уже через несколько дней, через два дня он заканчивается. И это был первый такой опыт с, можно сказать, ежедневным заходом, ежедневной работой. Но по факту мне знакомые говорили, что они весь вот этот вот 25-уровневый путь могли пройти за 25, за два дня точнее, за два дня они могли все это пройти. Так что, если у вас есть время и возможности, вы еще можете успеть и получить награды за вот этот вот, хочу его назвать, боевой пропуск, путь лидеров, путь зары. Мы за этот путь получили очень много вкусняшек, сверкающие самоцветы, которые можно продавать, бежево-коричневые вещички. Самое шикарное из всего этого, я считаю, это вот эти коричневые кроссовки и штаны, пальто. Пальто мне еще больше всего нравится. Ну и, конечно же, золотые вот эти вот с серебром серьги в виде мечей. И я надеюсь, что то, что мне сказали, а сказали мне, что через год где-то эти вещи будут доступны, то ли через полгода, то ли через год они будут доступны для покупки, я бы очень сильно хотела бы купить эти сережки на определенные свои аккаунты. Дальше нам добавили еще несколько сетов. Я об этом говорила в обновлении ранее. Но нам добавили, по-моему, еще парочку сетов, если я не ошибаюсь. То есть вот такие вот зеленые, барочные, красненькие. И также добавили еще, по-моему, новые вариации. Да, нам добавили белую сеточку на лицо персонажа. Белое кружево на лицо персонажа. И если честно, на серой модельке это выглядит намного лучше, чем на светлом скинтоне тела. Выглядит как-то странновато. И вот, согласно, даже жутко. Вот такой вот цилиндр. Так, давайте, в принципе, посмотрим сет. Этот сет называется «Непревзойденного очарования». Такой черно-коричневый. А почему? Подождите, а почему сет весь такой черный, а цилиндр коричневый? А, ботиночки еще коричневые. Странно как-то. Мне, если честно, не нравится, что к этому сету они приписали коричневый цилиндр и ботинки. Но да ладно. Следующий сет у нас называется тоже «Непревзойденного очарования». Красный цилиндр. В каком месте ты красный? Скажи мне, пожалуйста. Ботиночки, перчаточки, штамешки, фрак. Воу. Здесь у меня тоже много вопросов. Мне не нравится оттенок ткани на цилиндре. Если во фраке вот эта торчащая жилеточка смотрится более-менее симпатично, то вот как она смотрится на цилиндры, мне, если честно, не нравится. Но давайте я сделаю вид, что это из-за того, что у меня цветокоррекция мне тоже не особо прямая, не особо четенькая. Так, ну и по снаряжению лошади у нас есть вот такой вот бежевый комплект, красный комплект. Вот этот зеленый был добавлен, насколько я помню, чуть ранее. Это вот все, что связано с добавлением амуниции и одежды в магазине. Самым большим разочарованием стало обновление цирка. Причем это обновление настолько в кавычках масштабное, что мне очень сильно хочется возмущаться и ругаться, потому что я с подругой одной мы ожидали намного большего. Мы ожидали капитальное обновление всей внутренней части цирка. По факту нам просто натянули, по-моему, новые текстуры на старые модельки. И функционал остался тот же. У нас все так же есть по всему периметру кольца с огонечком, который теперь, правда, фиолетовый. Мне кажется, раньше они были полосатые или нет? Ну, в общем, полосатые, мне кажется, смотрелись лучше. И, внимание, самая шикарная вещь в новом цирке – это лагающие конфетти. Почему лагающие? Да потому что вот этих черных боковых углов не должно быть. Они должны быть ПНГ-шного формата. И вот то, что цветное – бело-сиренево-голубое-фиолетовое, а вот оно должно быть. А вот эти темные окончания, их, по идее, быть не должно, насколько я помню. То есть они должны быть точно такие же, как конфетти на чемпионатах. Собственно, здесь раньше и были такие же радужные конфеттишки, которые мне, опять же, нравятся намного больше, чем то, что теперь здесь все сиренево-голубо-фиолетово. Мне это очень прям не нравится. Как-то вот вроде обновили, а как-то настроение ушло. И вот эти еще кольца. Как-то это все... Ну, не то. Опять что-то не то. Опять что-то не то, не так. Так у нас опять шляпа, висящая какая-то в воздухе. Ах, она парит у нас теперь. Раньше, кстати, она просто лежала, теперь она парит. Вот эти фиолетовые кольца. Ну, я серьезно, разработчики, ну... Давайте, если уж обновлять цирк, давайте его обновлять полностью. Цирку уже очень много лет. И его можно обновить. Мы когда-нибудь сможем сидеть на трибунах, как те же самые друиды, которые вместо того, чтобы заниматься какими-то делами, на юбике сидят здесь. Причем я не помню ни одного упоминания об этих друидах, кроме одной фразы от Идриса, что его друзья пришли посмотреть на шоу. Что-то такое там было, и все, больше ничего нет. Как здесь проводить представление, если мы элементарно не можем никаким вообще образом посетить его в качестве зрителя. То есть, вот, ну, нам трибуны недоступны. Как лошади должны красиво выезжать на манеж, на... под куполом, скажем так. Если, как бы, здесь все проходы закрыты, и ты появляешься просто вот по факту здесь, и сразу должен начинать ехать. Не знаю, в общем, нет. Я недовольна, я ожидала большего. Я надеялась, что в цирке будет открытый вход, как в конный манеж. И, ну, надеяна, что его обновят. Просто целиком и полностью внутри. Снаружи-то ладно, но сделать его... Ну-ка, я не знаю. Если внутри, то сделайте хотя бы зону разгона. В общем, цирк меня прям очень сильно расстроил. Прям очень сильно, потому что я слишком многого от него ожидала. И это в очередной раз доказывает, что если вы читаете новостную строку о грядущих обновлениях, даже не пытайтесь что-то вообразить, что там может быть. Даже не пытайтесь что-то представить. Просто ждите, когда оно придет и не обеспечивайте себя ложными надеждами, так же, как и я. Также было добавлено продолжение сюжетного задания, которое открывает нам тренировки с духовными наездницами в загоне. И самое приятное, что каждая такая тренировка дает 200 опыта вашей лошадки. И, честно, с такими подарками и не хочется продолжать сюжет, когда он выйдет. Потому что, я уверена, до тех пор, пока нету продолжения сюжета, они будут стоять здесь и давать вот эти тренировочные задания по 200 опыта каждое. Но в случае, я думаю, что когда мы получим продолжение и прокачаем репутацию на этих тренировках, то девчонки пропадут из-за гона и этих заданий здесь не будет. Да, вы можете сказать сейчас, в принципе, без разницы. У нас есть гонки, две гонки ежедневные с 250 количеством опыта. Но все равно есть еще те люди, которые любят мотаться по Юрвику в той же самой родной для себя последовательности и выполнять гоночки. А раньше друидский загон был самым посещаемым местом, потому что здесь есть миссии и тренировки, которые при первом выполнении дают 500 опыта лошади. И последующие там будет уже 400 и тоже 200 опыта лошади за тренировки. Нет, 300 там будет, да. Так что, в принципе, сейчас это хорошая возможность прокачать ваших лошадок. В Морланд приехала ярмарка со скидками, которая уедет уже в ближайшую среду, 4 сентября. На ней нету питомцев, на ней нету магазинчиков с одеждой, только продажа лошадей. У нас есть много скидок и приехали также масти из приложения. Таким образом, на вот этой ярмарке этой недели у нас продаются Кнап Струпперы за 399 СК вместе с мастью из приложения. Два фьорда по цене 499 СК. Готланд, 399 СК, масть из приложения Аполлуза. Вся порода продается за 499 СК, в том числе с мастями из приложения. Я, правда, если честно, потерялась, какая из них была в приложении. Уж больно они так все похожи друг на друга. Но, к сожалению, лошадка Аполлуза, галактика, которая моя мечта больше всего на свете, которая стоит в форт Пинта, она считается отдельной породой, так как названа галактика в честь чего-то другого. И на эту лошадь скидка не распространяется. Разработчики, за что вы так со мной поступаете? Исландская лошадка из приложения 499 СК. Очень хочу эту плюшечку, думаю, куплю Морганы. Морганы, вся порода, в том числе масть из приложения 549 Старкоинсов. Финская лошадка, масть из приложения 499. И вся порода американский Пейнт Хорс, в том числе наша всеми любимая Гроза по мультику Спирита, прям, ну, один в один, у нас продается за 499 Старкоинсов. Так что, вот такие вот лошадочки, поскидочки, если кого-то хотели, я думаю, вы уже всех скупили. Ну, а если еще не успели, то у вас еще есть пара дней до обновления в среду. Очередные легенды покидают Юрвик. Я не знаю, что происходит в голове разработчиков, но они убирают легенду за легендой. Причем именно легендарных лошадей. Изначально, как бы, нам убрали Квотер Хорса. Это именно из недавних лошадок. Потом они решили убрать арабскую чистокровную. И сейчас уходит та самая лошадь, которая была абсолютно у каждого на конюшне. Английская чистокровная. Если у тебя есть английская чистокровная, то ты можешь даже и не переживать о том, что тебя возьмут в абсолютно любой клуб. Потому что эта лошадка была своего рода некой универсальной лошадью. Аналогом которой в наше время является бельгийская. И я, конечно же, купила всю эту породу. Количество СК на основном аккаунте резко упало. Но, как вы помните, если помните, я дала себе клятву, что вот старичков второго поколения, это то время, в котором я появилась в ЗСО, в которое я жила. Я видела выход новых мастей. И я буду скупать их всех. То есть все вот эти вот лошадки вторых поколений, они все будут у меня на конюшне. Ну, а, конечно же, и Даша Понюхом, не забывайте, тоже будет спасать всех этих лошадей. Так что, да, покупки будут большие. И я до сих пор в шоке, что почему у нас на Юрвике до сих пор есть лошади первого поколения, которые мало кому нужны. Юрвикский пони в количестве чуть ли не 13 штук мастей все еще находятся здесь и не продается. Последняя лошадь первого поколения, если я не ошибаюсь. У нас есть англичаны, ганноверы, исландцы, липы, да, это так, липы, морганы, мустанги, фризы, спортивные фризы, хаффы, шайры. И вот, да, последняя единственная лошадка первого поколения, которая осталась на этом юрвикском свете. Юрвикский пони. Нет, нам решили его оставить и убирать легендарных вторых поколений. Я прям, я не знаю, поступки разработчиков в последнее время заставляют меня даже не плакать, а просто разводить руками и хвататься за голову, потому что я не понимаю, что вообще происходит, как и многие из моих знакомых. Ну а что же ждет вас на следующей неделе? 4 сентября на остров Падок привезут препятствия. Ну а также две праздничные лошадки со дня рождения ССО навсегда переберутся на юрвик. Напоминаем, что это была когда-то бесплатная лошадь дня рождения, дикая лошадь юрвика белая, вороная, и также красивейший пеги-соловый пейнт-хорс. Они навсегда переберутся, и вы сможете купить их в абсолютно любое время. Ну а по поводу загонщика на острове Падока, наконец-то завезут доску с препятствиями. Интересно, какие там будут схемы по конкуру. Ну а на этом все, обновление подошло к концу. Также не забывайте, что уже скоро наступает день рождения ССО, но судя по календарю, который опубликовали разработчики на весь сентябрь, праздника не наблюдается. Может быть он будет в октябре, но в общем как-то странно. У нас ожидает впереди очень веселое и увлекательное средневековье с рыцарями, драконами и всем прочим интересным праздницам, но не день рождения ССО. Пахнет какими-то очень странными переменами. Ну а также не забывайте ввести особый код, который дали нам разработчики для получения все-таки до праздничного свитера, который я правда выложила из рюкзака. Не знаю, цвет спорный, но на память почему бы бесплатно не оставить. Также на этом все, обновление подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вам вообще все, что происходит в ССО, как вам эти изменения, новые обновления. Ну и в принципе, кстати, кого вы купили на ярмарке с лошадками. Я уверена, что таких людей очень много, кто закупился по полной программе. Ну а на этом все, я прощаюсь с вами. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Какая-то череда непонятных действий, обновлений и вообще всего прочего. Мозги уже сворачиваются в морской узел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова